итак дорогие друзья приветствую вас еще раз напоминаю что эта серия видео с обзором торгового центра из point который расположен на кахетинском шоссе по дороге в аэропорт это сам горский район рядом маркет или возле субани недалеко от милиска и моря здесь я для вас сделал сразу несколько таких обзоров прошлись мы по линиям где расположены торговые объекты где можно купить одежду потом мы прошлись уже мимо строительного гипермаркета домино и сейчас вот здесь у нас линия магазинов электроники ну вот хочу вам сказать что торговый центр работает до 10 часов вечера ну а супермаркет карфур который расположен на территории до торгового центра работает до 22 часов 30 минут здесь и сейчас много машин много людей конечно же 1 мая выходной день воскресенье и многие пришли сюда на шопинг для того чтобы что-то приобрести к чему-то присмотреться во многих магазинах есть скидки весенние сайлы и можно даже напороться на очень хорошие параметры этих скидок я была в книжном магазине вот купил себе какие-то нужные интересные книжки такие познавательные хотя я сейчас читаю сборник рассказов резо и нанишвили рывас и нанишвили это грузинский писатель он ушел из жизни в начале 90-х вот период когда была разруха гражданская война и даже вот нормально с ним не смогли попрощаться был очень теплый необыкновенный человек который писал простые короткие очень милые рассказывают сейчас вышла новая книжка переиздание его рассказов называется рассказы о любви резо и нанишвили вот читаешь написано таким простым языком на грузинском языке наверно русском языке тоже есть переводы но вот я на грузинском читаю очень приятно очень хорошо читается я свое время перечитал почти все его рассказы еще студенческие годы а потом вот сейчас вот не попалась это ему книжка такая горячая горячая только она из типографии и вот с удовольствием я это перечитываю коротенькие такие рассказы ки здесь вот тоже пожалуйста электроника наверное наши зрители захотят небольшой потом обзор цен на мобильные телефоны на холодильнике и телевизоры миксеры вот пожалуйста холодильнике но это наверное уже отдельная история отдельные походы для этого нужны будут как-нибудь сделаем вот вот такой тоже есть у нас аппарат двигательный всякие эти кофемашины но честно говоря я эти кофемашины не очень люблю вообще не люблю кофе из кофемашин честно говоря потому что я люблю по старому вот скипятил водички насыпал там одну ложечку кофе можно даже без сахара но с хорошим молоком или со сливками и вот с удовольствием пьешь вот из кофемашину что-то не моё не знаю почему хотя когда там в кафе или ресторанов приносит кофемашины я там это переношу а вот дома вот эти капсулы этого здесь не знаю может быть я не прав я до недавнего времени блендером тоже относился с таким подозрением с такой неуверенностью но потом мне так понравилось все это измельчать что я уже сам готов прыгнуть в этот блендер и измельчиться на простые так сказать множители и заключение вот наш этой прогулки хочу вам сказать еще раз большое спасибо за внимание к этим видео просмотры и интерес конечно же есть я благодарен есть среди наших зрителей такие которые смотрели мои репортажи моей программы еще лет 20 назад вспомнили меня помнят и не скрывают своего позитива по поводу того что вот мы вновь встретились уже на просторах интернета на площадках виртуального мира и это нам дает возможность продолжать общаться кто-то даже передает привет от своих родственников которым тоже они рассказали о том что вот нашли мой канал мою страницу и теперь могут все это смотреть я очень рад что интересно все что связано с грузии ствилиси я думаю что в ближайшее время мы выйдем с вами и регионы там уже сможем показать вам что-то уже такое необычное тем более весна красота все цветет все пахнет собирать будем урожай готовимся сбора урожая клубники обязательно поедем кахетию ждет сагу раму если сейчас нас смотрят дорогие наши зрители и сагу раму а я думаю что посмотрит то большой привет и конечно же хочу поблагодарить всех кто ставит лайк на наше видео и кто подписывается на канал чтобы регулярно смотреть наши небольшие позитивные репортажи потому что сейчас когда все так тяжело и все так сложно то вот любое позитивное слово связанная с обычной какой-то жизни с прогулками с едой с какими-то домашними вещами все это вызывает сейчас очень позитивные отклики это нужно людям я это прекрасно понимаю потому что несмотря на всю сложность ситуации 24 часа смотреть и наблюдать за этим кошмаром сложно который происходит вокруг и человек это живое существо которое всегда хочет чего-то позитивного и чего-то доброго я всем желаю мира всем желаю удачи приятного вечера приятного просмотра и вот на этом хочу здесь с вами временно попрощаться всего доброго